Всем привет! Сегодня у меня творческое видео. Я буду делать ароматизированный спрей и жидкий ароматизатор, чтобы в квартире, в доме был всегда приятный, нежный аромат. Как это делать, я вам покажу. Я себе уже делала, мне очень это нравится. Но сначала я покажу вам свои подделки. Это декупаж из яичной скорлупы. Как делала вот эти вот кашпо, у меня есть видео. Если интересно, можете посмотреть. Все легко и просто. Два кашпо. Для чего я их так отдекорировала? Это специально для орхидей. Когда они отцветут, я хочу пересадить вот в эти кашпо. Мне они очень нравятся. Вот эти тоже отдекорированы яичной скорлупой. Здесь декупажная салфетка. Видите, прикольно, да? Смотрится нормально. Это овес выращиваю для кота. Он очень хорошо грызет эту травку. Здесь то же самое. Такое же кашпо. Вот это тоже я показывала. Подсвечник сделала. Все это из яичной скорлупы. И покрыто акриловыми красками. И декупажными салфетками. Вот эта шкатулка тоже, видите как? Очень удобно. Я сюда поместила лавровый лист. Баночка была. Это из-под жидкого мыла. Удобно. Картонная коробочка. Обычная. Вот это декупажная карта. Сверху просто обрамление я сделала из яичной скорлупы. С боков без рисунка. Покрыта акриловая краска. Здесь тоже цветочек. Перегородку из картонки приклеила. И пожалуйста, сюда можно помещать хоть что. Ручки, карандаши, линейки, резинки. Все, что нужно. Провода какие-то. На рабочем столе приятная, красивая коробочка. И вот эта вот баночка. Тоже декорированная. Для чего она мне нужна, я вам сейчас покажу. Это я показала для того, чтобы легко и просто можно сделать какую-то шкатулку, баночку. То, что вам нужно. Своими руками. Приступим к приготовлению жидкого ароматизатора. Вот у меня здесь. В такой же баночке. Вот эта баночка из-под акриловой краски. Здесь 100 мл. Стоит в спальне на комоде. И излучает очень приятный аромат. Месяц стоит. Прекрасно. Решила сделать еще одну. Какую-то из них поставлю в спальню. Вот эту вот спальню под цвет обоев. Видите, как я сделала. Подходит мне туда. Эту тоже потом отдекорирую. И в ванную комнату поставлю. Значит, как мы это сделаем. В стакане сделаю, чтобы было наглядно. А так можно сразу в эту баночку налить. Либо, если есть какая-то бутылочка с узким горлышком, тоже хорошо. Например, бутылочки есть стеклянные с подуксусной эссенцией. Они узенькие. Тоже можно декорировать и туда вот такой ароматизатор сделать. Так, я возьму около 100 миллилитров растительного масла. Это вот не полная баночка будет такая. Сюда добавляем водку или спирт. Что у вас имеется? У меня водка. Для профилактических целей всегда находится. Две чайные ложки. Перемешаем. И добавляю любые эфирные масла, какие желаю. У меня эфирные масла, ваниль, лаванда, грейпфрукт, лимон. Мне очень нравятся именно лаванда и цитрусовые, любые цитрусовые. Всего нужно 25-30 капель в общей сложности. Ну, это уже, знаете, на ваш запах. Так, приблизительно. И возьму лимон. Лаванда-лимон. У меня здесь было лаванда-апельсин и немножко ванили добавила. Масла совершенно любые. Все, хорошо-хорошо перемешаем. Наливаем, переливаем. Вот так вот через эту вот воронку я налью. Жидкий ароматизатор готов. И теперь берем палочки деревянные, любые. Можно от суши, можно. Вот у меня в данном случае вот такие палочки, шпажки. Немножко их отломлю, они слишком длинноватые. И поставим. Три, пять. И достаточно будет. Все. И вот этот вот ароматизатор, он издает очень нежный, ароматный такой шлейф. Не скажу, чтобы прям вот так вот все очень резко пахло или держится запах. Так, ощутимо. Нет. Очень нежный, приятный. Не резкий. Если аромат немного как бы стирается, можно просто добавить эфирное масло. И все. И когда немножко он, ну, меньше становится запах от него, я просто помешаю вот так палочками. И он заново начинает издавать аромат. Так, что вот так. Вот это вот, видите, прозрачное, немутное. Стоит уже больше месяца у меня в спальне. И прекрасно. Я где-то через недели, полторы, две, я еще капаю масла, перемешиваю и стоит. Вот и все. Прекрасно благоухает. Так, вот с этим мы все сделали. Еще я делаю ароматизированный спрей. Просто, чтобы освежить воздух иногда, брызгая. Для этого тоже понадобится вода. 250 миллилитров. Ну, я возьму такое количество. Затем, опять же, спирт или водка. Две столовые ложки, вот на такое количество. Можно одно. Тут пропорции не обязательно. Просто спирт или водка, они закрепляют запах ароматических масел. Перемешали. И тоже добавляем любые масла. Я добавлю грейпфрукт. 30 капель, где-то так. Ну, опять же, если вам нужно более насыщенный аромат, пожалуйста, добавляйте больше. Ну, 30 капель достаточно. И добавлю ванили. Опять перемешаем. И все в распылитель заливаем. Вот так закрываю. И стоит у меня этот распылитель в ванной комнате. Иногда брызгаю ароматизированным спреем на шторы. И вот этот вот аромат, он распространяется по всей комнате. Но я вам скажу, что не слишком долго держится этот аромат. Но все равно в течение дня вот так вот нежный-нежный такой шлейф присутствует. В ванной комнате дольше держится, потому что ванная комната, она по размеру меньше. Набрызгаешь на коврик, на шторку в ванной, на полотенце. И прям такой аромат нежности вообще ощущается шикарно. Так что вот такие чудесные ароматизаторы можно применить для свежести воздуха в вашем доме или квартире. Все быстро, просто и прекрасно. Теперь эта баночка будет стоять в спальне. Можно добавлять ароматические масла, которые улучшают качество сна. По-моему, масло из мяты хорошо действует на сон. Но это нужно почитать и добавлять. И аромат такой вообще приятный. Вот так. Очень здорово. Так что можете тоже делать себе, пробовать. Если понравится, использовать постоянно. До новых встреч. Желаю хорошего настроения. Самого доброго. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok